Как же связан вот этот вот период времени с целью жизни? Почему именно это предназначено для того, чтобы я выбрал высшую цель жизни? Время, когда заводит человека на пик трудностей, то происходит некоторое противостояние. С одной стороны, моя вера, откуда я беру силы, а с другой стороны, время, которое разрушает мою веру и разрушает то, откуда я беру силы. Когда наступает такой момент, что происходит в человеке? Он начинает больше верить в то, во что он верит, и больше из этого брать силы. Если это никак не связано с Богом, если мы верим просто в ребенка, просто в человека, они связаны с Богом, это факт. Но мы же никак в Бога в них верим. Понимаете, когда человек людей просто любит, это божественная любовь. Но если человек обожествляет человека, это другое. Если человек обожествляет своего ребенка, это другое совсем. Тогда в этом случае я начинаю от ребенка пытаться получить те силы, которые мне нужны для преодоления влияния этого времени. Это неосознанно происходит. Просто я обращаюсь к своей вере, когда мне трудно. И напрягаю до предела своего ребенка. И напрягаю до предела своего любимого человека. И напрягаю до предела свою любимую работу. И напрягаю до предела все, во что я верю, кроме Бога. В результате что происходит? Разруха. То, во что я верил, я этого лишаюсь, потому что оно не выдерживает моих требований, понимаете? Мои потребности. Вот это как раз тот самый случай. Не успеешь уйти, я бегу за тобою, Чтоб во сне не растаял твой след голубой. Вот такая любовь, вот такая беда, И когда тебя нет, ты со мной, ты со мною всегда. Только о Боге так можно петь, правда ведь? Но если человек о человеке так поет, Значит он обязательно, еще раз повторяю, Обязательно попадет в стресс. Потому что стресс меняет веру в человек. Он из неправильной веры делает правильно. Теперь сразу возникает вопрос, А что, если я имею веру, Неужели я в этой ситуации жизни Не буду сломлен судьбой? Неужели я выстою? Неужели я смогу победить то, что непобедимо? Факт, стопроцентный факт. Бесконечная сила наполняет человека, Который предается в этот момент Богу. Бесконечная сила, ее невозможно оценить. Сколько надо человеку, Столько он получает силы для побед над судьбой. Бесконечная сила, безграничные возможности. Но одно условие. В это время человек не должен слишком много думать о своей судьбе. Он должен думать об источнике любви. Любовь означает отдавать тому, кого ты любишь, Жить для него, Несмотря на то, что у тебя в жизни все рушится. Когда у меня в жизни все рушатся, Моя судьба приколывает меня к источнику боли. Я не могу больше думать ни о чем, кроме него. Но если человек даже в этой ситуации Способен отвлечься из источника боли И думать об источнике своей веры, Тогда замкнутая система разрушается, Он начинает получать счастье, отдавать, Получать, отдавать, получать, отдавать. Все, несчастья, страдания там сжигаются в результате.